Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал! Хочу показать вам выполнение такого объемного дизайна роз. Но вначале покажу вам выкраску гей-лаков Adore Professional. В инстаграме я показывала такое фото и многим понравились цвета, поэтому решила их показать. Также вы спрашивали про базу от Adore. Она каучуковая, камуфлирующая, хороша для выравнивания и отлично держится на ноготках. Мне она понравилась, но использую ее не очень часто, так как камуфляж не всегда требуется. Приступим к выкраске гей-лаков. Плотность у них не зашкаливает, для ровного покрытия требуется 2 слоя. Сушу все гей-лаки в лампе Sun Q7, поэтому проблем никаких у меня не возникает. В Уфе лампе, подскажу кто не знал, сушить нужно 2 минуты и ни в коем случае не выдергивать руку или типс раньше времени. Иначе будет морщиться покрытие. Также советую предупреждать об этом своих клиентов. Часто бывает, что клиенту кто-то звонит на телефон и он только положил руку в лампу и тут же выдернул, и тут же дернулся к телефону. Верхний слой успел сполимеризоваться, а нижний нет, поэтому гей-лак морщится. Для этого стоит наносить более тонкий слой, чтобы в маломощной лампе гей-лак высыхал быстрее. С LED лампами такое случается, конечно, редко. Поэтому, когда отправили гей-лак сушиться и ультрафиолетовый свет уже попал на гей-лак, зацепились, вы дотронулись или еще что-либо, не вынимайте ее из лампы до истечения нужного времени. Проще поправить на высохшей поверхности, чем все заново переделывать, если он сморщился. Если же все делаете правильно, но все равно такое происходит. Скорее всего, ваша лампа недостаточно мощная для просушки пигментированных гей-лак. Это новые оттенки фирмы Атор. Ссылки, где их можно приобрести, будут в описании под видео. А это гей-лаки той же фирмы, которые у меня уже были. Ссылку на видеообзор этой коллекции я оставлю в описании. Вот эти оттенки я буду сейчас использовать в дизайне для создания объема. В качестве подложки нужно взять темный цвет. Я использую номер 151. Достаточно будет, в принципе, одного слоя. На палитру ставлю по капельке цветов, которые понадобятся. Их номера я вам показывала чуть-чуть ранее. Теперь я рисую красным цветом пока что обычную трафаретную розу. Чем дальше от серединки располагаются лепестки, тем шире они должны быть. Можно делать промежуточную просушку, чтобы лепестки сильно не растекались. Но если они немного пересеклись, это не страшно. Просушиваю этот этап в лампе и те, кто пропустил, подложку мы также сушили. Беру цвет посветлее и прорисовываю им, выделяя один край каждого лепестка. В бутоне обычно серединка затемненная, так как он закрытый и свет практически не попадает. Поэтому больше света я ставлю на крайние лепестки. Хорошо растушевываю и сушу в лампе. Немного смешиваю самый светлый цвет с соседним. Мне показалось, что он слишком яркий. И добавляю только некоторые уголки на лепестках. Также не забываем растушевывать, чтобы не было полос. И сушу в лампе. В белый я также чуть-чуть добавила цвета и рисую контур. Не в сплошной линии, только в некоторых местах. Если по контуру все розы сделать такое выделение, она уже не будет объемной. Где-то линия как будто бы дрожащая, как рваный край. А также линия плавно исчезает. Сушу в лампе. Перекрываю топом. Топ у Adore также каучуковый с липким слоем. Оставляет красивый блеск. Можете его увидеть в видео про сравнение всех топов, которые у меня имеются. Один тип я перекрыла матовым финишем. И вот такую объемную 3D розу мы получили. Очень эффектно смотрится на самом деле. И есть такое ощущение, что это наклейка. Да, ну слайдеры. Ну а теперь мы с вами знаем, как такое нарисовать от руки. Что клиенты гораздо больше ценят. Я надеюсь, это видео было вам полезным. Для вас ставьте за него пальчики вверх. Подписывайтесь на мои соцсети. И всем до скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok